Девушки отдыхают Девушки отдыхают Они с Мишей будут строить свое счастье И что у них вообще ребенок? Сейчас я думала Меня как увидел, что она заколыхалась, позеленела Мария Белкина известная в своем городе личность У девушки и тюремное прошлое И большое количество любовных связей И восьмилетний сын Зачем ей сейчас понадобилось выяснять, кто отец ребенка? Оставайтесь с нами Истец Анастасия Ярцева Недавно овдовела Воспитывает несовершеннолетнюю дочь Хочет разъехаться с родственниками бывшего мужа Ответчики Галина и Захар Сотниковы Мать и младший сын Хотят остаться проживать В четырехкомнатной московской квартире Ваша честь Я подаю иск О разделе четырехкомнатной квартиры В которой я проживаю со своей несовершеннолетней дочерью И также там прописанные проживают Сестра мужа и трое ее сыновей После смерти мужа Я осталась одна Против троих бугаев Слова-то выбирай Бугаи Они дети Значит, речь о приватизации квартиры Велась давно Но к чему-то конкретному Мы так и не пришли После смерти моего мужа Мне было заявлено Что ты здесь никто И звать тебя никак И убирайся отсюда Но поскольку я прописана в этой квартире Я имею право там проживать Я эти слова оставила без внимания Тогда Меня начали просто выживать из квартиры Я не могу попасть Ни в ванную Ни на кухню Когда мне нужно в ванну Или на кухню Там находится кто-то из ее сыновей А на кухню Мне стали в еду подсыпать На работу бросили Только в ванной и в туалете сидим Всякую грязь Всякую грязь Но мало того Кроме всего прочего Уже последней каплей было то Что ее младший сын Стал приставать к моей Несовершеннолетней дочери Я взяла Ушла сейчас временно жить К своей подруге Снимать Жилье У меня денег нету Поэтому Я прошу вас Принудить Ответчицу Разменять эту квартиру Чтобы каждый распоряжался Своей жилблощадью Я не могу продать Свою комнату В которой я проживаю Со своей дочерью Поскольку Приватизировать я ее не могу И разделить лицевые счета Я тоже не могу Сейчас это отменено Вот А если у каждого Будет своя квартира То тогда будет гораздо проще Какой конкретно Вы вариант предлагаете? Я нашла варианты Но они Ответчика не устраивают Я нашла Для себя Однокомнатную квартиру Молодец 36 квадратных метров И 64 квадратных метра Двухкомнатную квартиру Для ответчицы Чем самым ухудшает Мои условия И ее Троих сыновей Я А сейчас какая площадь квартиры? Сейчас Квартира 105 квадратных метров 105 Да Она разделила Просто очень хитро Понимаете По 17 метров 6 человек прописано По 17 на каждого Значит мне надо 34 квадратных метра Я буду жить в однокомнатной А то что я буду С тремя пацанами Жить в двушке Которую она мне предложила В 60 квадратных метров Ее совершенно не волнует Ее важен только Лишь свой метраж Понимаете Сейчас я имею Три комнаты В которой живу отдельно я В двух Во второй комнате живут Два мальчика 20 лет и 25 А в третьей комнате Живет 35-летний Мой сын Который разведенный Ну сами поймите Взрослые сыновья Уже мужчины Естественно и друзья И девчонки Ну личная жизнь Не под забором же ее справлять А она хочет меня В какую-то двушку засунуть Это что получается? Что конечно? Конечно За счет меня Хочешь улучшить Сама себе условия Ответчик 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 Извините пожалуйста Ваша честь Получается я значит Буду жить в одной комнате Три пацана у меня значит Три мужика Будут жить в комнате Это трехъярусная кровать Стол И даже одного шкафа На шмотке не хватит Они все взрослые Они работают Могут снимать Простите пожалуйста Да что ты говоришь? Ты еще собственные квартиры Еще их выгонишь Ответчик Истец Скажите пожалуйста А когда ваш супруг был жив Вы втроем проживали В одной комнате? Ваша честь Я отвечу на этот вопрос Я не вас спрашиваю Извините Когда супруг ваш был жив Вы, ребенок и ваш супруг Проживали в одной комнате? Да А вы считаете Что это нормальный такой раздел? То есть вы живете в одной комнате Двое сыновей живут Еще в одной комнате Старший Еще в одной комнате А семья из трех человек В одной комнате Почему так? Ваша честь Конечно Если глобально брать Может быть это и ненормально Дело было так Брат приехал с периферии Я в этой квартире уже жила Он не мог устроиться на работу Ему нужна была обязательно Московская прописка Я его пустила жить к себе Но так как он никак не мог Найти квартиру Работу Без прописки Я его прописала Я ему выдала комнату И сказала Живи конечно Ну что делать? Но имей ввиду Все таки квартира наша У меня все таки дети Они будут жилиться Квартира муниципальная Муниципальная Извините Да В которой прописаны После смерти моего мужа И моих родителей Мы остались там жить Все время с сыновей Потому что я пришла туда Еще девчонкой Была как говорится Послушной женой Ремонтировала квартиру Убиралась Проводила как говорится Мужа в последний путь Дохаживала родителей Тоже их проводила В последний путь Осталась там С тремя сыновьями Своими И потом прописала брата И сказала Что имей ввиду Что ты как-то будешь Когда работать Ты себе Пытайся как-то заработать На свою жилплощадь Потому что в дальнейшем Квартира все-таки Нужна будет сыновьям Они же будут тоже Семьями обзываться Да-да-да-да Через какое-то время Он привел жену Она еще ребеночка родила Естественно конечно Все прописались Ну ладно Так уже получилось Сама же ведь прописала Я же ничего не имею против Но в 16 лет Они жили Ваша честь Ни на какие Нетражи лишние Они не претендовали Но за 16 лет Они копейки не отложили Хотя тоже он позволял Она говорит Пускай мои сыновей себе позволят И квартиру снимают Или покупают себе А я себе типа Однокомнатную Так за 16 лет Накопили бы себе На квартиру бы хотя бы Разменялись бы Если она хочет со мной уехать Разменялись бы И себе К матушечке Она прикупила бы комнату И была бы Однокомнатная квартира Как только брат умер Она тут же Начала требовать С меня метраж Хочу отдельную квартиру Пускай твои сыновья уходят Я хочу однушку Все И я ей притесняю Я ее ущемляю Я ей значит достаю ее Я ей в суп яд подсыпаю Туалет я закрываю Бред понимаете Хотела бы как говорится Что-то сделать Сделала бы давно Нет стоить живая здоровая Вот телегу накатала еще Отвечек Ну и Не телега Это называется Извест А скажите мне пожалуйста Против приватизации Вы возражаете Понимаете Ну Было время конечно Претестовало Может быть и неправильно Можно найти конечно Какой-то Нормальный подход Вот у нас есть сейчас вариант У наш дом Стоит под снос На 215 год У нас есть план застройки Вот у меня все документы есть Вот Представляете Она получила бы со своей дочкой Однокомнатную квартиру Мои сыновья получили бы Тоже отдельно Я бы уж комнатушку получила Мы бы все бы разъехались В отдельные квартиры А они бы за 4 года еще успели Может попережениться Вообще бы все по однокомнатной Получили бы квартире бы Ну а что то Не бывает такого что ли Запросто Нет Не пропишут Ну во всяком случае Трешку Отдельную При расселении Мы бы получили бы точно Понимаете А вдруг не будут сносить Ну Рано или поздно Снесут Тем более в планах Мы уже стоим четко Уже Даже дом начался строить Строиться Именно под нашу улицу Вот Но все равно Во всяком случае 16 лет прожили Но 3 года еще осталось Можно же как-то пожить Еще нормально Нет На тебе двушку И вот на тебе Я людей нашла Давай меняться Давай вот до суда Дело дошло 5 лет И потом Как я могу жить В 64 метрах Почему ты за счет себя Из-за своих Велитей желаний Ты должна ухудшать Мои условия Верни мне мою Просто трешку тогда И все Пускай она будет В другой коммуналке В такой же 3 комнаты Но мои 3 комнаты И все И разойдемся Я же Есть варианты Ваша честь Ваша честь Но видите же у нас Какие неприязненные Это у тебя неприязненные Отношения ко мне Будьте добры Пожалуйста Свидетельство о смерти Вашего супруга Свидетельство о рождении ребенка К выписку из домовой книги Да у нас тоже есть Возьмите пожалуйста У нас тоже есть все документы Я вас слушаю Я вас слушаю Пожалуйста Если мне хоть дали слово То в этой семье Меня вообще никто не слушает Ваша честь Дело в том Что я против этого приезда Я люблю дочку Анастасию Даниловну Что? Да подождите Да мама Ты что с ума сошел Что тебе 15 лет Какой люблю? Если бы я раньше слушал Я вообще все нахрен Если бы я раньше слушал Я вообще все рассказал В 15 лет Ты что вместо хочешь Обмена в тюрьму Или заглядеть? Отвечик 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 Потом Я вообще на ней Жениться собралась На Кате Да? А ты что забыл Жанна тебе сестра? Двоюродная Ну видите Как же мы можем проживать При таких обстоятельствах Да что же такое Жениться он собралась Подождите Я приезжаю вместе с сестцом К ней вместе с ее дочкой К ней на одну комнату Квартиру Которую она нашла А там мама будет довольна Двухкомнатная квартира Которую они там нашли И два сына Все будет Да нет Но это совсем нас не устроит Конечно ее это не устраивает Даже если бы не был бы братом Ее это не устраивает Ее метраж устраивает Отвечик Отвечик Пожалуйста Если я еще раз Забежу То у своей дочери Прибью Я тебе прибью Отвечик Я тебя сама туда закопаю Тогда Отвечик Отвечик Извините пожалуйста Что это такое То сброд То быдло Подождите Что такого не слышал Подождите Истец говорит о том Она очень просит Вашего сына Чтоб он не подходил К ее несовершеннолетних С этим мы разберемся Это он точно не подойдет Нечем будет подходить У вас все Мата вообще Подождите Отвечик У вас будет возможность Выяснить все обстоятельства У вас все То есть вы возражаете Против Нет Я против приезда Я хочу жить вместе с Катей Нет Хочу Это не суда Пожалуйста Чем Вы знаете Это вот К маме Кате Получать разрешение Наступления в брак С лицом Не достигшим Совершеннолетия Вот я Я сейчас такие вопросы Не решаю Так понятна позиция сторон Суд удаляется Принятие решения Далее в программе 5 лет назад Гуляла Когда ты меня ведешь Он честно поделил С тобой все имущество Честно поделил Все А ты еще что-то хочешь Ты вообще-то какой-то ужас Это котейки просто удалятся Средства от продажи Своего домика с участком Галина Сидорова Положила на банковский счет сына Сын умер Как доказать Что средства на сберкнижке сына Твои личные Они с Мишей будут строить Своё счастье И что у них вообще ребёнок Сейчас придумала Меня как увидел Сейчас там заколыхалось А позеленилось Для того, чтобы установить Отцовство после смерти мужчины Женщине надо провести Генетическую экспертизу С одним из ближайших Родственников умершего У матери Семёна Белкина Есть результаты Этой экспертизы Но кто отец ребёнка Всё равно загадка Оставайтесь с нами А теперь вернёмся в зал суда Прошу всех садиться Суд оглашает решение Принятое по делу Суд заслушав исковые требования ИСА Возражение ответчиков По заявленным исковым требованиям Рассмотрев представленные документы В иске о принудительном обмене Жилой площади Суд считает необходимым отказать Действующее жилищное законодательство Допускает принудительный обмен Жилого помещения Занимаемого по договору Социального найма В соответствии с правилами Части 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации Но в данном случае Суд отказывает в иске Потому что хотя истиция Подобрала для принудительного обмена Жилую площадь того же правового режима То есть социальный найм Но размер предлагаемого Для ответчиков жилого помещения Менее их доли То есть менее их общей площади Которую они занимают В настоящее время в данной квартире Доля ответчиков составляет Исходя из представленного Поэтажного плана с экспликацией 70 квадратных метров Вы им предлагаете Квартиру общей площади 64 квадратных метра Учитывая что Санитарная норма Которая установлена у нас в городе И так не очень высока По соотношению с этой санитарной нормой Разница в 6 метров Судом признается существенной В этом случае Так ваш предлагаемый вариант Является ухудшением Жилищных условий для ответчиков Поэтому суд принять данный вариант Для принудительного обмена не может Но ответчик вы должны учитывать Следующее обстоятельство Я там Ваши личностные отношения Вы пожалуйста без меня выясните Но Истец в конечном итоге Найдет квартиру Предположим не в 64 метра А в 68 И разница между 70 и 68 Уже будет конечно незначительная Вы понимаете Аргумент То что вы не хотите Как бы разъезжаться С учетом того что Планы Сносы Они судом не будут Учитываться Потому что стратегически Конечно вы размышляете правильно Но ведь истец Когда заявляет Исковые требования О принудительном размере Муниципального жилья Это значит что либо Утрачены родственные взаимоотношения Либо возникли очень серьезные Межличностные конфликты И по другому их разрешить Не представляется возможным Поэтому истец еще сейчас Чуть-чуть трудолюбие Как бы там проявит И может в конечном итоге Выйти на вариант Где будет 68 метров 67 с половиной 69 И вот как только появится Очень небольшая разница Принудительный обмен Может быть произведен Поэтому Либо вы находите Общий язык И стремитесь к лучшему То есть Исходите из того Что вы могли бы Если бы приватизирована Была квартира Получить за 4-комнатную квартиру В результате продажи 4-комнатной И покупки Все остальные квартиры Либо Вы верите Свято Как вы это делаете Хотя я могла бы вам дать совет Все-таки в это не очень верить Планы меняются Денег не хватает Кризисы наступают Мэров меняют Что угодно происходит Поэтому Ну либо вы стратегически Договариваетесь Что вы ждете 2015 года Для того Чтобы Ну хоть Каким-то образом Здесь получить Улучшение Жилищных условий За счет Того Что ваш дом Подлежит сносу Но тогда вам придется Подписать Перемирие В определенной степени Потому что если вы Стремитесь К улучшению Жилищных условий Значит придется Примириться И пока пожить В этих условиях Но ответчик Вы помните О чем я вас предупредила Да, я поняла Истец и ответчик Суд огласил Своё решение Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда В иске Отказать Я обязательно Найду квартиру Большей площади При таких обстоятельствах Там жить нельзя Ничего у нее не получится Не было ей жизни И дальше не будет Ничего не получится Ни с каким обменом у нее Коль она будет Тебя так дальше вести Пока они будут решать Свою проблему с квартирой Искать что-нибудь придумать Я тебе придумаю Я тебе придумаю А теперь вернемся в зал суда Истец Анна Сидорова 43 года Приехала из Белгорода Работает продавцом-консультантом Никак не может поделиться Свекровью деньги Оставшиеся на счету Недавно умершего мужа Ответчик Галина Сидорова 65 лет Говорит, что средства На счету ее сына Ее личные деньги Слушается дело Сидоровой Анны Геннадьевны Сысковыми требованиями У выделения супружеской доли В натуре В наследственном имуществе В размере 76 тысяч 135 рублей Ответчиком является Сидорова Галина Петровна Пожалуйста Истец обоснуйте Ваши исковые требования Ваша честь Я прошу выделить Супружескую долю В наследстве В размере 76 тысяч 135 рублей Это средства Которые Достались Моей свекрови Бывшей После смерти Моего мужа Мы с мужем Прожили 18 лет Значит И Мы развелись С ним два года назад Как бы Знаете Мы договорились И по обоюдному Все Ни в суд Ни он не подавал На раздел Ни я не подавала Но то, что я знала Квартиру Мы ее разменяли Там мебель мы разделили Вот Ну электронная аппаратура Какая была То есть то, что я видела Мы все, как говорится И полюбовно разошлись Вот То, что я знала Мы поделили А значит Полгода назад Муж умер И я узнаю Что Моей свекрови Бывшей Галине Петровне Достается в наследство Значит 126 Что ли 152 тысячи По-моему 270 рублей Вот Вот такая сумма Денег Я просто была удивлена Да И потом Когда я выяснила То оказалось Что деньги-то эти На счету Моего мужа Появились 5 лет назад То есть Когда мы жили с ним В браке То есть еще до развода Ну я конечно По-хорошему Пришла к ней Думаю Ну половина Моя по закону Потому что В супружестве Деньги на книжку Были положены Ну пришла к ней Галина Петровна Давайте как-то По-хорошему Вы мне половину Отдадите Вот Она устроила Такой скандал Она не пустила меня Во-первых В квартиру Она разорвалась На весь подъезд Она всех Соседей там собрала Она меня оскорбляла Она меня опозорила Я вообще не знаю За что Честно говоря Я ведь чужого не прошу Мне чужого не надо Я прошу то Что мне принадлежит Все Если я вас правильно поняла То в тот момент Когда Вы оформляли Расторжение брака У вас Судебного решения По разделу Имущества Не было Нет Мы по-любому То есть это было так Ну как вот Вы договорились Вы так и договорились И вы о существовании Вот этого денежного вклада Не знали Нет Ваша честь Даже понятия не имела Почему я и была удивлена Когда такая сумма Это выплыла огромная Для нас это очень большие деньги Вот Естественно Я поинтересовалась Откуда И вот оказалось Что пять лет назад Муж эти деньги положил на книжку Мы же в браке Тогда были Будьте добры Пожалуйста Истец Мне необходимо Свидетельство Ваше расторжение И брака Через судебного пристава Передайте пожалуйста Так Ответчики Я вас слушаю Я в браке Ваша честь Но какая бывшая жена Своего бывшего мужа Это вклад Это честь Только мои деньги На пенсию что ли собрали Они просто лежали Молчи немножечко Дай мне сказать теперь Вот Они просто лежали Эти деньги лежали На счету Моего сына Это я его попросила Положить на этот счет Потому что у меня был Маленький кусочек земли Куплен в Тульской области Вот И маленький домик Сруб И вот эти вот деньги Я продала пять лет назад Это И говорю Вот эти вот деньги Чтобы сын положил На книжку себе А потом он мне Я сказала Может быть Ты меня похоронишь На эти деньги Ну он конечно согласился Вот Но видите Как вышло Что сын умер Вот И поэтому Деньги эти Только мне принадлежат У него есть завещание У сына Которое Он написал Только на меня Что эти деньги Принадлежат только мне А когда они Жили еще Она уже пять лет назад С ним не жила Она только гуляла Вы-то откуда знаете Да Пришла голая босая К нам вообще Отвечек 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 Ведь истец Не говорит О том Что Я хочу быть Наследницей Истец так не Скажет вопрос Нет я не претендую Истец Говорит о том Что она просит Ей выделить Супружескую долю То есть Денежный вклад Который был создан В период брака А с формальной точки зрения Это выглядит Именно таким образом Раз Денежный вклад Был открыт И хранился На именном счете Вашего сына То Какие бы обстоятельства Не были Вы продали что-то Попросили И так далее И так далее Может быть Вы сами боитесь Открывать Там Я не знаю Расчетные счета В банке Потому что банки Прогорают Какие угодно Объяснения Вы мне можете дать Но с формальной точки зрения Это выглядит Следующим образом Истец И ответчик Расторг Брак Еще существует Три года С того момента Когда можно Поделить имущество Может возникнуть Спор Это могут быть Совершенно разнородные Обстоятельства Ну вот что-то Там поделили По поводу чего-то Не договорились Стали спорить Поэтому в пределах Этого трехлетнего Срока Можно еще Поделить имущество Поэтому Посмотрите Какая возникает Ситуация Истец И ваш покойный сын Расторгали брак Два года тому назад Он умирает Трехлетний срок Не истек Истец говорит о том Что вот те деньги Которые были На расчетном счете Это супружеские средства Они были созданы В период брака И поэтому Я требую Выделить Мою супружескую долю Я считаю Что это совершенно Неправильно Потому что Как можно Она даже не знала Об этих деньгах Я когда дала С продажи домика Эти деньги Своему сыну Я сказала ей Сказала Чтобы он ей Даже не говорил Об этом Тем более Они заранее развелись Потом после этого Уже прошло Сколько времени Как они развелись И он уже умер Вот эти деньги Только мои Ваша честь Она голая Госая Ко мне пришла Вообще Я ее одела Обула Как ей не стыдно Было в суд После этого приходить Ну что вы мне грязью поливаете Я не поливаю грязью Я просто говорю То что было на самом деле Почему вы не вспомните Что когда вы домик покупали Как тебе не стыдно Что мне вспомнить Что вы когда домик покупали Денежки Мы вам дали Третью часть денег У вас не хватало на домик И мы вам дали Третью часть Почему вы не говорите И почему вы меня Грязью обливаете Никакой не грязью Я обливаю Это на самом деле так Так оно и было Все вспомнили А ты только гуляла От моего сына и всю жизнь ему испортил. Ты уже 5 лет назад гуляла, когда он честно поделил с тобой все имущество. Честно поделил все, а ты еще что-то хочешь. Это копейки просто удавиться. Да что это вы меня оскорбляете? Я вашего не прошу, мне вашего не надо. Вы мне дайте то, что мне законно принадлежит. Я на ваше не претендую. Пожалуйста, у меня документы. На то, что и вклад мой, вклад на сына, и что вещание через судебного пристава. Но мы сейчас не про завещание говорим, мы говорим про супружескую долю, которую требует... Истец же не оспаривает завещание. Истец просит признать ее супружескую долю. Мне ваших копеек чужого не надо. Так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Они ее с Мишей будут строить свое счастье. И что у них общий ребенок? Сейчас придумала. Мне как увидел, она заколыхалась, все подзеленелась. Мария Белкина известная в своем городе личность. У девушки и тюремное прошлое, и большое количество любовных связей, и восьмилетний сын. Зачем ей сейчас понадобилось выяснять, кто отец ребенка? Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет и определяет супружескую долю истицы. Суд признает за бывшей супругой умершего право собственности на половину денежных средств, находящегося на вкладе умершего, как ее супружескую долю. Суд удовлетворяет иск бывшей супруги умершего об определении супружеской доли по следующим основаниям. Бывшие супруги вправе предъявлять друг другу требования о разделе супружеского имущества в течение трех лет после расторжения брака в соответствии с правилами части 7 ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации. Данный срок еще не истек, поэтому в случае смерти одного из бывших супругов требования о разделе супружеского имущества предъявляются пережившим супругам к наследникам умершего в соответствии с правилами ст. 1150 и ст. 200 Семейного кодекса, простите, Гражданского кодекса и ст. 256 Гражданского кодекса. Отсутствие в письменной форме соглашения о разделе супружеского имущества дает бывшей супруге право требовать раздела того имущества, которое не было ранее разделено. Суд признает за истицией, как за бывшей супругой умершего, право собственности на половину спорного денежного вклада, потому что данный вклад был открыт на имя бывшего супруга еще в период их нахождения в официальном браке и соответственно является совместной собственностью бывших супругов в соответствии с правилами ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации. Так как между супругами какого-либо брачного договора не было составлено и он не был заключен, то в соответствии с правилами части 1 ст. 39 Семейного кодекса Российской Федерации доли в супружеском имуществе признаются равными. Таким образом, истец имеет право на выделение ее супружеской доли в ранее существовавшем совестном супружеском имуществе в разделе 75 тысяч 135 рублей. Ну, конкретно те статьи, на которые я в решении сослалась, они именно описывают эту ситуацию. То есть брак был расторгнут, бывший супруг умер, раздела не было произведено по каким-то причинам. И в данной ситуации у нас переживший супруг имеет право требовать признания его супружеской доли, но иски подаются в этой ситуации к наследникам умершего. Как только наследники приступают к принятию наследства, они и будут у нас являться стороной в процессе, у которой будут требовать признания супружеской доли. Поэтому вот в данной ситуации ответчик, к сожалению, те, что вы привели, не были основополагающими аргументами. То есть если ваша позиция состояла в том, что это денежные средства от продажи вашего дома, то вам необходимо было в суд представить документы, которые бы подтверждали, что вы продали дом в тот период времени, когда был открыт этот денежный вклад, и что сумма вклада практически полностью совпадает с той суммой, за которую был продан дом. Вот тогда можно было бы рассматривать эту ситуацию как некое хранение ваших личных денежных средств на расчетном счете другого лица, в данном случае вашего сына. Но поскольку в судебные заседания вами каких-либо письменных доказательств, подтверждающих вашу позицию, предоставлено не было, поэтому суда нет оснований признавать, что указанные денежные средства были вашими личными денежными средствами. Поэтому признается супружеским имуществом, и супружеской долей выделяется истицией. Истиция ответчика согласила свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Ну еще и денег она хочет. Всю жизнь сыну испортила бы. Два года после развода прошло. И надо же, не все, оказывается, поделили. Снохобы приняли, одели ее, обули, так она в суд подала. Последние копейки отобрала. А теперь вернемся в зал суда. Заявитель Мария Белкина имеет судимость за кратку. После смерти зажителя просит установить, что умерший признавал себя отцом ее сына. Заинтересованное лицо мать умершего считает, что ее покойный сын не мог быть отцом ребенка. Прошу всех садиться. В порядке особого производства рассматривается заявление заявительницы Белкиной Марии Григорьевны с требованиями об установлении факта признания умершим отцовства ребенка. Заинтересованным лицом у нас выступает Кравин Далия Амосовна. Пожалуйста, заявитель, обоснуйте ваши требования. Ваша честь. Мы в браке не состояли. И в тот момент, когда Семочка родился, я была в другом городе. И Яша не мог записать себя отцом. Но в метрике я указала отчество Яковлевич. И вообще все могут подтвердить, что Сема является сыном Яши. Мы много времени проводили вместе. Мы на семейные пикники ездили. И нас вместе видели. И вообще очень много есть и мои подруги, и родственники свидетелями того, что Яша называл Сему своим сыном. Вот когда я была в местах лишения свободы, Яша писал, как мой сыночек, как Семочка. Он ему игрушки посылал, картиночки какие-то там Семочка ему рисовал, присылал, папа там писал. Яша все время интересовался ей о здоровье. Ну вот у меня есть письма, вот у меня есть фотографии. Так, Истин, скажите, пожалуйста, а почему в этом случае умерший официально не признал свое отцовство? Это сейчас достаточно простая процедура. Ваша честь, нам как-то было недосуг. Потому что общались мы до трех лет съемочки, потом со мной я попала вместо лишения свободы. А до этого как-то недосуг нам было заняться этим вопросом. Ну и в браке мы не состояли. Ну мы считали как бы вот это официально это ну не мы мы любили друг друга и официально считали ну потом потом когда-нибудь. Ну кто же знал, что так получится? Истин, скажите, пожалуйста, а сейчас вот ваше требование оно с чем связано? Скажите мне, пожалуйста, зачем вы просите установить это обстоятельство? Я хочу, чтобы сын носил фамилию отца. И все? Ну а что еще? Разве этого мало? Нет. Должна быть справедливость. Ну например, признать должен носить фамилию своего отца. Признать в последующем право на наследство. Ну это уж как Бог даст. Будет наследство? Ну что же ребенок будет отказываться от наследства? Так, хорошо. Будьте добры, пожалуйста. Мне свидетельство о рождении, письма и фотографии через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Прошу вас, отвечу. Пожалуйста. Я возражаю. Это все неправильно. У меня два года назад умер Яша. А она прислала только соболезнования телеграмму. И все. Почему она тогда не хотела ничего, ни на какое наследство она не претендовала? Да сейчас уже, простите, пожалуйста. Я просто не знала, что это два года тому назад случилось. А как сейчас истец будет претендовать на наследство? Когда это случилось, она знала, что Яша умер. Она прислала телеграмму. Простите, пожалуйста, ответчик, это неуважительный срок для восстановления срока для принятия. То есть, то причина, на которую вы высылаетесь, это не будет являться уважительной причиной для восстановления срока для принятия наследств. нахождение в местах лишения свободы предполагается, что есть руководитель колонии, к которому можно обратиться и через него направить заявление к нотариусу. Поэтому... Она прислала мне соболезнования. Яша умер. Я получила наследство, но у него долги были больше, чем наследство. Я это заплатила. Отвечка, мы вообще сейчас не рассматриваем вопросы наследства. Вот смотрите, мне заявительница представила письма, из которых видно, что ваш сын писал о ребенке. Он же об этом ребенке писал? Или у вашего сына есть еще другие дети? У него нету детей больше. Нет, значит... Больше. Больше. У него вообще детей нету. У него только Сема. Вы знаете, что... А тогда о каком ребенке он писал? Задавай славу. Ну вы знаете, он стал дружить просто с отцом, когда отец ушел. И отецу выезжали, они на пикники вместе с ребенком. Это после того, как появился у нее ребенок. Да мы все... И мой бывший муж, он ушел к ней. И он брал Яшу на все пикники, на все вечеринки. Естественно, Яша просто интересовался, что с ребенком. Как там мой сын он пишет в письмах? Ну вот-вот. Я не верю, что это его письма. Он не мог так писать. Ага. Это не его письма. Я для нее всегда была пустое место. Она никогда, никогда меня не признавала. Да она с ним и не встречалась почти. Я вообще не знаю, когда она с ним встречалась. А вам и знать про это не надо было. Это наше дело. Как показывает природа, можно встретиться один раз и потом родить ребенка. Какая разница, частота встречи. Я считаю, что она родила не от него. Не, опять от него. Это вам так удобно. Вы свечку держали? Подождите, подождите. Вам так удобно. А я вам говорю, что выйдите вы из своей позиции удобства. Выйдите. Вы, понимаете, речь идет. Вы не можете говорить. Это его ребенок или не его ребенок. Ваш сын умер. У вас свидетель с вашей стороны? Да, есть. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля заявительницы. Пожалуйста, я вас слушаю. Здравствуйте, Ваша честь. Меня зовут Кровец Михаил Наумович. Я являюсь отцом покойного Яши. Я могу здесь освидетельствовать, что сын Марии это сын моего сына. То есть фактически мой внук. Меня интересует только одно обстоятельство. Как ваш сын относился к ребенку? Расскажите. Он любил и ребенка, и Марию. И они постоянно встречались. Просто вот мать Яши не давала им пожениться. Она даже невесту нашла ему. Он ушел к ней от меня. Да я не к ней. От тебя повеситься можно, а не уйти. До рождения ребенка ушел к ней. До какого рождения ребенка? А потом ребенок родился. Да вы что? Характер у нее такой. А Мария действительно очень любила. И сын очень любил ребенка. И постоянно подарки. И постоянно на выходные приезжал к ней, потому что она не давала жить вместе. То есть даже без ЗАГСа. Вот нельзя. И все. И постоянно на зону туда посылал. И все. И он полностью считал, что это его сын. Что я могу еще вам сказать? Ну что он еще может сказать? А что мне? То, что это твой сын. Да правду он говорит. Правду. То, что Яша с ней познакомился, когда сыну-то было 3-2 года. Ты понимаешь, вот как можно было от нее не уйти? Что-то вы маму аж напутали. Мы-то встречались с Яшей, когда еще и папу не знали. С Яшей-то не встречались. Боже ушел к тебе от меня. Ага. А потом опять ушел, да? От меня. Сейчас. Так. Вы тоже просили свидетеля, да? Да. Так. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля заинтересованного лица. Свидетель заинтересованного лица. Пройдите. Здравствуйте, Ваша честь. Меня зовут Сапожникова Сара Азировна. Я бывшая сожительница вот этого гражданина. Сейчас он живет с Марией. Мы с ним прожили 3 года. Когда Мария вернулась из мест лишения свободы, она сразу пришла к Михаилу Наумовичу и заявила, чтобы я оттуда выметалась, что они с Мишей будут строить свое счастье и что у них общий ребенок. Сейчас придумала. Меня как увидела сразу, прям заколыхала себя, позеленела. Это сейчас придумала, да? Не испортила жизнь. Мне женщине не испортила жизнь. Вы знаете, я не могу с ней спорить. Я бросил ее. Ну вот она вот сейчас теперь, может, ее угодно. А как вы думаете? Конечно. А куда мне идти? Это его родной дедушка. Куда мне идти? Он, конечно, принял в нас участие. Ну, опекал нас. Ну, куда я с ребенком-то? Тоже. Ну, какой родной дедушка. Когда объявилось завещание от тетки из Америки, они сразу активно стали собираться туда. И, значит, чтобы получить наследство, Рахель, они своего сына выдали за сына Яши. Куда мы стали собираться, это не ваше дело. Это тоже правильно. Замечание поддерживаю. Потому что это не потому, что я считаю, что это не ваше дело, а потому что у нас мы говорим совершенно о другом. Он никогда не говорил, что я хочу жениться, что у меня есть ребенок. Вам скажи. Мне он лично никогда не говорил это. Вам скажи такое. Вы сразу на него. Скажите, пожалуйста. От вас сбегал ко мне. Скажите, пожалуйста. Не потому, что... Ну, все, Сема твой Михаил Наумович называл отцом. Ну, это он сейчас. Ну, поймите, мальчику нужен мужской пример. Ну, он к нему хорошо относится. Ну, он, ну просто, ну вот так вот у него получилось. Что ж мы его специально, что ли, учили? У вас все свидетели? Да. Мы выяснили, что заявительница хочет поехать в Америку получить наследство. Ну, может быть, хочет, может быть, нет. Мне сложно сказать, потому что я не рассматриваю эти вещи. Мы сейчас наследство не делим. Понимаете, в чем дело? Не делим мы сейчас наследство. Вы считаете, что биологическим отцом является ваш бывший сожитель. Ваш бывший сожитель это отрицает. Мы отцовство биологическое здесь не устанавливаем. Ну, еще что-нибудь вы хотите показать по делу? Нет, у меня все. Все. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. А теперь вернемся в зал суда. Прошу всех садиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав в порядке особого производства требований заявительницы и в разрешении лица заинтересованного в принятии решения, опросив свидетельство со стороны заявительницы, свидетельство со стороны заинтересованного лица, рассмотрев все представленные документы и доказательства, устанавливает факт признания отцовства умершим в отношении ребенка, рожденного истицей, и признает умершего отцом ребенка. Суд устанавливает факт признания отцовства и признает умершего отцом ребенка, вырожденного истицей, потому что суду представлены, помимо свидетельских, показания, письменные доказательства, а именно письма, написанные умершим, из которых следует, что умерший признавал себя отцом ребенка, и доверять данным доказательствам у суда нет оснований. То есть в данном случае заявительница предоставила не просто одно письмо, а достаточно много писем с разными датами отправки этих писем, из которых совершенно четко можно сделать вывод, что ваш сын в отношении ребенка, рожденного истицей, считал себя отцом. Он обращался к заявительнице, как к матери ребенка. В каждом письме несколько раз употребляется выражение, как наш ребенок, как там мой сынок. Поэтому все остальное, то, что вы показывали, а именно и один свидетель, и второй свидетель, некие сложные межличностные отношения, они к данному обстоятельству не имеют прямого отношения. Суд огласил свое решение. Решение суда. Иск удовлетворить. Яшу признавал моего ребенка, а теперь это признано официально. А куда я буду собираться? В Америку или в Израиль? Это мое дело. Маньке повезло, получила свидетельство. Но я все равно не согласна с этим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова